Приветствую, друзья, и моему другу, конечно, привет, который написал мне вот что. Касай, привет, интересная мысль, хотел поделиться, но я всё же думал, что деньги – это инструмент или ресурс. Конечно, можно с большим ресурсом быстрее достигать внутренней свободы. Всё зависит, как ты этим ресурсом пользуешься, воспользуешься. Деньги – это свобода, пишет он. Не знаю, могут ли деньги купить счастье, но они точно могут купить свободу, а это уже немало. Недостаток денег также приводит к стрессу, и часто зарабатывание денег становится более интересным занятием, чем их трата. Дорогой мой друг, я никогда имен не называю, я тебя обнимаю, мы с тобой друзья много лет, отвечаю. Да, деньги всегда нужны. А как же? Потому что кроме души есть и тело. Ну вот мне, например, краски нужны. То есть всё материальное требует денег. А душа, она бесконечная. Ну, улыбка Джаконды на картине всем поднимает настроение, да, и ничего от неё не уменьшается. А ты кому-то денег дал, у тебя уменьшается. Потому что надо отделять её душевное, как говорится, и материальное. И всё дело не в том, кто забывает про душу или про деньги. А всё дело в том, что мы говорим о первичности при выборе решений, важных решений, от которых зависит ваша жизнь, от которых зависят ваши личные отношения, от которых зависит всё о первичности, первичность вашего, ну, вашей экзистенции. На что настроено? На деньги или на душе? Поэтому вот через какую ось надо прокручивать, через какой критерий надо прокручивать, даже с бешеной скоростью, когда вы находитесь в состоянии принятия решений, когда это надо сделать сразу, почти мгновенно, что является вашим собственным критерием? Что является вашим критерием? Почему я написал, как и Кант? Он говорит, что звёзды над нами и нравственность внутри нас. И почему Христос, например, говорил о том, что первично у Него то, что душа, потому что Он говорил, не хлебом единым жив человек. Ну, это же понимать надо с разных сторон, объёмным мышлением. Никто не отрицает, что деньги нужны. Никто отрицает. Отрицает то, что некоторые люди думают, что только деньги нужны. И за деньги готовы в момент принятия ответственных решений забыть обо всём другом. Вот о чём речь идёт. А надо сохранять вот эту целостность. Целостность, гармония души и тела. И тогда делать выбор. И вот я сейчас хочу сказать, через какой критерий надо прокручивать. Всякий раз, когда мы принимаем решение, чтобы понять, что значит звёзды над нами и нравственность внутри нас. Я сейчас скажу. Вспомните три случая в жизни, когда вы в потрясении, в прошедшем, и они повлекли за собой ваши изменения. Вот, например, один случай. Пример, я скажу у меня лично. Когда я бросил пить. До этого я сто раз себе говорил, завтра всё. Завтра я клялся. Я просто чуть ли не на стенке писал. Помню об утре. Что бывает утром. Какое похмелье адское. Помню об этом, когда вечером друзья приходят и говорят, ну давай сегодня выпьем. Ну, Рюмочку выпиши и давай. Потом думаешь, завтра брошу. И так годами. А вот когда бросил пить. Вспомни вот тот момент, который повлёк за собой твоё изменение. И таких ещё два надо будет вспомнить. Или три надо будет вспомнить. И на этом фоне принять решение. Хотя, потому что это совершенно другое решение. Это абсолютное решение. Которое опять повлечёт за вами. Ваше желаемое изменение. Ну, о всех других точках мы потом поговорим. Но только одно сейчас. Вспомните. После чего у вас жизнь ваша изменилась. Когда вы приняли радикальное решение. До встречи, друзья. Пока мы сделаем 2-3 ролика на эту тему «Звёзды над нами» и «Нравственность внутри нас», я думаю, многие-многие люди образумятся. Потому что Привет вам, друзья. И школы Человек Будущего. Homo Futuros. И школы Человечности. До встречи. Продолжение следует...